Теперь перейдем к оценке реальных данных. Для начала рассмотрим физический показатель, уровень БАДЫ в одном озере. Мы возьмем для начала встроенный в R набор данных. В R есть встроенный набор данных по уровню озера Гурон. Можно почитать в Википедии, что это такое за большое озеро. Мы пользуемся им для простоты, поскольку это встроенный набор данных. И, соответственно, строим для нашего реального набора данных три стандартных графика. График самого временного ряда, график автокорреляционной функции выборочной и график частной автокорреляционной функции. На этих трех графиках мы видим, что наш ряд Y занимает какое-то компромиссное положение между, с одной стороны, стационарным процессом, а с другой стороны, чем-то похожим уже на коротенькое случайное блуждание. Потому что частная автокорреляционная функция, хотя и убывает, но все-таки убывает не так быстро, как это было бы у идеального стационарного процесса. Поэтому здесь как раз спорная ситуация, и можно попробовать моделировать его как стационарным процессом, скажем, взять какой-нибудь AR с несколькими лагами. Вот здесь две первых частных автокорреляции не равны нулю, можно взять AR2. Либо попробовать нестационарный временной ряд, то есть перейти к приращениям, к ΔYT и моделировать ΔYT. Давайте попробуем оба подхода. Модель 1. Арима-модель для ряда Y. А порядок Арима-модели, скажем, два лага по AR-части, брать разности, переходить к ΔY не надо, и ма-части точно тоже нет. Ну для сравнения давайте какую-нибудь конкурирующую стационарную. тоже модель. Арима Y и порядок равен 1.0.1, то есть ARMA 1.1 классическая. И посмотрим отчет по первой модели. Здесь мы видим, что все коэффициенты значимы. Вот оценка коэффициента при AR при одном лаге назад, при YT-1. Вот оценка коэффициента при YT-2. И это оценка математического ожидания. И если каждую оценку поделить на стандартную ошибку, здесь 1 делить на 0, 1 выходит примерно 10, коэффициент значим отлично от нуля. Здесь минус 0.25 делить на 0.10, минус 2.5 коэффициент значим. Ну и математическое ожидание, тем более гипотеза о том, что оно равно нулю отвергается. Если посмотреть отчет по модели 2, summary, модель 2, то мы видим примерно такую же оценку математического ожидания. И здесь тоже оба коэффициента значимы. Соответственно, мы можем посмотреть, например, из этих двух моделей, какую выбирает критерий, штрафной критерий Акайки. Посчитаем критерий Акайки для модели 1. Посчитаем критерий Акайки штрафной для модели 2. Я напомню, чем больше штраф, тем хуже. То есть модель лучше та, у которой штрафной критерий меньше. Да, этот критерий простой, но зато он позволяет быстро сравнивать модели. Соответственно, в нашем случае Аик у модели 2 меньше, значит, модель 2 считается лучше. Она при том же количестве параметров дает меньшее значение суммы квадратов ошибок. Ну, соответственно, раз ма-часть сработала, то, может быть, разумно оценить модель 3, куда включить и несколько лагов по ар-части, скажем, 2 и 1 лаг по ма-части, то есть модель с тремя параметрами, и посмотреть summary по модели 3, и, соответственно, посмотреть на критерии Акайки для модели 3. Ну, модель 3 стал чуть-чуть хуже. Зачем нам нужны модели? Модели нам позволяют прогнозировать. Мы можем построить, например, прогнозы. Допустим, построим прогноз. Прогноз построим. Функция Forecast по модели, скажем, по модели 2, она у нас была чуть получше. На сколько периода времени вперед? Вот здесь у нас один период — это год, соответственно, на сколько лет вперед. Допустим, на 5 лет вперед. И для наглядности мы можем построить график нашего… Ну, во-первых, можно, конечно, посмотреть на этот прогноз, что это в числах из себя представляет. Это такая… А, я его неправильно назвал, прогроз я его назвал, прогноз. И, соответственно, это такой ряд, где предсказаны уровни воды в озере, и доверительный интервал — 80% и 95% доверительный интервал. И, соответственно, мы можем построить график, наглядно изобразить наш прогноз. И вот здесь видно, что прогноз на ближайшие пять лет, если предполагать стационарность процесса, то прогноз на ближайшие пять лет, что уровень будет снижаться. Аналогично мы можем построить, предполагать нестационарность процесса. Давайте оценим модель 4. Это будет Arima-модель для ряда Y. А порядок модели мы возьмем, пусть будет AR1-процесс, но AR1-процесс для ΔYT. То есть мы поставим вот здесь единичку, предполагая наш ряд нестационарным. Оценим модель 4. Посмотрим на критерий Акайки для модели 4. И можем теперь посмотреть, как выглядят те же самые прогнозы, только для модели 4, в которой предполагается нестационарность нашего ряда. На те же пять шагов вперед. И построим график. Соответственно, здесь у нас уже прогноз другой. Из-за того, что я предполагал, что процесс является случайным блужданием, то, соответственно, прогноз, что ряд будет примерно такой же, как сегодня, это прогноз на будущее, но с расширяющимся доверительным интервалом. И чтобы каждый раз не считать АИК, мы можем попросить компьютер из простых моделей с небольшим количеством лагов выбрать ту, у которой АИК минимальный автоматически. Мы можем оценить какую-то модель автоматически. Давайте назовем ее модель автоматически построенная от Arima для ряда Y. Соответственно, компьютер что сделает за кадром? Он сам оценит несколько моделей с разным количеством лагов по AR, включая и не включая взятие разности, переход от Yt к ΔYt, и выберет наилучшую модель по критерию АКАЙКИ. Ну и, соответственно, можно посмотреть, что же за модель он выбрал, какая же модель из простых моделей дает минимальный штрафной критерий. И вот мы видим, что это модель с необходимостью взятия разностей, то есть автоматически по критерию АИК ряд признан нестационарным, в среднем с убыванием процесса. То есть процесс в среднем за каждую ничку времени убывает на минус 0.02. И дальше это MA4 процесс. После устранения убывания и перехода к разностям у нас получается MA4 процесс. И мы можем, например, спрогнозировать по нашей автоматически подобранной модели прогнозы, которые строятся автоматически. И построим график прогнозов. Соответственно, получилось, что при использовании модели, наилучшей по критерию АКАЙКИ, получается, что наш прогноз на ближайшие пять лет, что уровень воды в озере Гурон будет падать. Ну, надо, конечно, иметь в виду, что это данные прошлого века, то есть ближайшие пять лет это не текущее будущее.